Это расклад на двух колодах Таро, Некро-13 и Малифик, но в принципе это был не только расклад, в основном не расклад, а что вам передают высшие силы, я буду держать контакты и в основном повторять их слова. В общем-то, как и чем победить врага и что у вас на самом деле причина. Тут мы не убираем ничего из судьбы, не корректируем, а просто вам совет. Можно сказать, что это одна из сил смерти. Как избежать неприятностей, как победить врага и что сделать. Так что выбирайте. Семь вариантов. Первый, второй, третий вверху, четвертый, пятый, шестой внизу, седьмой сбоку. Начинаем с первого варианта. Первый вариант, тройка мечей, пятерка мечей, тройка жезлов и семерка мечей. У вас две тройки, пятерка и семерка. На вас сделают крадник и бьют вас близкие люди по тройке. По тройке это всегда близкие. Там, где вы не ожидаете, из семьи. Что тут можно сделать? Ставить защиту от крадника, снимать себя и ставить на них, чтобы у вас получился нейтралитет. Защищаться надо тем же способами. Вы не отсидитесь и не отмолчите. По обратке им вообще ничего не будет, потому что они ваши родственники. И чистка вам тоже не поможет, потому что это ваши близкие люди. Вам это не поможет. Тут можно только снимать крадника и на них обращать. Будет равновесие. Если хватит сил, то и бить. Если не хватает моральных сил, хотя бы переверните ситуацию, будет по нулям. Если хватает моральных сил, защищайтесь. Защищаться надо. Но это кому? Моральных сил хватает. Узнать, кто это. Если хватает моральных сил узнать, кто это, защищайтесь. Нет? Хотите жить, делайте нейтралитет хотя бы. Таким способом. Вот первым вариантом все. Другого ничего нет. Дальше будет только хуже. Рыцарь динариев перевернутый. Фортуна прямая. Шестерка мечей перевернутая. И туз кубков. Это второй вариант. Но на первый взгляд у вас тут все прекрасно. Фортуна прямая и туз кубков прямой. У ваших противников всего лишь рыцарь и всего лишь шестерка мечей. Силы неравны. Но проблема в том, что вы не видите того, кто вам нанесет удар. Ни фортуна не видит, она отвернулась. А там рука тянется. А там рука тянется. И тут тоже со спины. Мечей в прямой позиции, а туз кубков виден со спины. И вам нанесут удар те, кто вы не знаете. Они слабее вас, неизмеримо слабее, но вы проиграете, потому что вы не видите. Поэтому вам надо просить и делать все, чтобы увидеть своих врагов. Любыми методами наблюдать, подглядывать, думать, анализировать, делать ритуалы. Вам надо увидеть их и успеть. Не успеете, проиграете. И хорошо проиграете. Потому что в спину бьют. Так что человек иногда не оправляется. Шесть мечей, если вонзятся в спину, не очень много шансов оправиться. Не надо успеть. И делать зато срочно. Если вы не внемлите этому предупреждению, ну, проиграете. Так что можете не оправиться. Вот второй вариант. Все на этом. Третий вариант. Карта высших сил перевернута. Луна, магия высших сил перевернута. Двойка Пентаклия перевернута. Кавалер кубков, то есть рыцарь, перевернут прямой. Сил-то у вас жизненных полно, энергии полно, и вы с мечом. И все в порядке. Но вот сделано на вас через высшие силы, если их согласие. Сделал практик, который говорит с высшими силами. Даже если вы практик, вы с силами не говорите, чтобы вы не думали. Потому что на практиках, которые высшие силы говорят, они очень редко обрушиваются. Вам надо снимать также через практика, который говорит. Иначе вам все порушат. Как бы вам сейчас не было хорошо. У вас сейчас и энергия, и силы все у вас заберут. Сделали через очень хорошего практика вам. Мы не выясняем ни причины, ни принципа, ни зачем, ни почему. Но вам надо снимать это срочно. Чем быстрее, тем лучше. Потому что дважды идет подтверждение высшие силы и Луна. То есть магия уже пущена в ход, и меч занесен. Прямо над вашей головой, меч у Луны. От головы и рыцаря кубков. Вот такой третий вариант. Правый вот там, не правый, это мы сейчас не рассматриваем. Это не нужно рассматривать. Снимать надо срочно. Вот с третьим вариантом все. Четвертый вариант. Туз посохов прямой. Тут это порча 100%. С ним дама кубков рядом. Вот такая беспринципная дама, которая берет заказы на всех, лишь бы ей платили, не разбирая. Без согласия высших сил. Десятка динариев и королева динариев. А на вас сделали денежную порчу, потому что вы богатые. Мало того, вас ударило по женской линии. Если вы мужчина, по вашим женщинам и по вашим отношениям с женщинами. Еще может быть тут область груди и желудка. Если вы женщина ударила по всей личной жизни. В общем-то так и так по личной жизни разрушили. Женщина сама это действует, практик. Ну и вообще-то это может и мужчина быть. Он такой беспринципный практик. Полупрактик. Не совсем что практик, но колдует. У него получилось. Порча эта прошла и идет. Прежде всего она по деньгам ударит. Вам надо снимать. Тут надо снимать прежде всего денежную порчу и порчу на отношения, на одиночество. Вот раз сорок. Этот раз в основном враги магические попадаются. Вот такой совет вам. Четвертый вариант. И быстрее это делаете. Потому что такие порчи иногда и в рак идут. Пятый вариант. Шестерка ключей перевернута. Пятерка кубков перевернута. Рыцари мечей и туз мечей перевернуты. Пятый вариант. А ваш враг хочет идти до конца. Пока выживаю. Вот не остановится. Тут ничего не сделаешь. Также нужно отвечать. Тут одененный, кажется, в любом случае. Побежденный в могиле. Любовый, любовон. Никаких вариантов. Потому что он тормозить не будет. Будет добивать и магический. Так. Тут один останется в живых. Поэтому отвечайте. И не бойтесь. И не бойтесь и побеждайте. Вы будете победителем, но нужно отвечать. Вам ничего не мешает. Также взять меч в руку и ответить. И стать этим рыцарем на коне. Ничего не мешает. Хотите победить и быть победителем, атакуйте. Отвечайте. Не терпите. Отвечайте. Отвечайте тем же. А там кладбищенская. На вас магия идет. Ее запустили таким способом, что... Или тот, или другой. Немного вариантов никаких нет. Ничем больше нельзя. Просто... Просто надо отвечать и сопротивляться. Вот и все. Вариантов нет. Так что действуйте. Пятый вариант. Шестой вариант. Четверка. Пентакли. Восьмерка. Посохов. Тут это порчено. Некроторочистой воды. Смерть прямая. Дама кубков перевернута. Вам здесь закрывали дороги и так закрыли, чтобы привело к смерти. Все дорожки вели к смерти. Порчу добавили. Помимо этого. На жизненные силы. Чтоб не сопротивлялись. Тут не на личную жизнь, а на личные силы. Чтоб невозможно было избежать этого. Тут надо открывать дороги. И от смерти. От смерти. Но аж отвечать там своим врагам или не отвечать, это дело вкуса. Каждый, кто как понимает. Ну, если они один раз это сделали, не гарант, что второй раз не сделают. Шестой вариант. Открывайте дороги. Немедленно. У нас такая очень хитрая порча. Именно закрытие дорог, что привело к смерти. Очень профессионал делал. С нестандартным мышлением. Вроде как и не порча на смерть, а вот так. Просто дорожки закрыли. Вот все, шестой вариант. А вот тут вариант подходит для практиков и хороших практиков, которые пьют по здоровью постоянно. Седьмой вариант. Если вы не практик, вам надо срочно обратиться к практику. Потому что дама мечей, еще такая красивая, королева мечей и жрица, это, конечно же, практик. Хороший практик. Девятка мечей и пашпентаклина, негра, а второй – это болезни в данном варианте. Вам магическая медицина нужна. Вашему варианту. Если вы не практик, может, и такое, конечно, вытащить. Вам надо обращаться за магической медициной. Если вы практик, значит, сами используйте магическую медицину и атакуйте. Вас достать не могут, зато бьют по вашему здоровью. По вашим нервам. Желаю, чтобы вы разлетелись просто на кусочки. Берите меч в руку и отвечайте. Чтобы они разлетелись на кусочки. И их здоровье у вас получится. Отвечайте. Седьмой вариант. Просто отвечайте. Вот на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok